Уважаемый Алладбек Шаршинович, уважаемые друзья, коллеги, рад приветствовать президента Киргизской республики в Москве. Наши встречи носят регулярный характер. В феврале провели содержательные переговоры в Бишкеке, встречались в столице Киргизии на заседании Высшего Евразийского экономического совета, а совсем недавно на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Алладбек Шаршинович часто приезжает в Россию. Нынешний его визит имеет особый статус – государственного. Знаменательно, что он проходит в юбилейный год для российско-киргизских отношений. 25 лет назад между Россией и Киргизией были установлены дипломатические связи и подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На протяжении четверти века взаимодействие между нашими государствами поступательно развивалось по всем направлениям – на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Вышло на уровень по-настоящему стратегического партнёрства. Нынешние переговоры с президентом Кыргызстана по традиции прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двухсторонней повестки дня, затронули актуальные региональные и международные вопросы. Вместе с членами правительств, представителями деловых кругов двух стран подробно рассмотрели состояние российско-киргизских отношений прежде всего в торгово-экономической сфере. С удовлетворением мы констатировали, что нам в целом удалось преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный нестабильной конъюнктурой на мировых рынках. И в первом квартале объём двустороннего товарооборота увеличился на 23%, при этом российский экспорт вырос на 24%, а импорт из Кыргизии на 15%. Более чем в два с половиной раза возросли поставки таких значимых для республики товаров, как продовольствие и сельхозсырьё. Отмечу, Россия продолжает помогать экономике Кыргизии. Причём наше финансовое содействие оказывается преимущественно на безвозмездной основе. Успешно работает российско-киргизский фонд развития, в уставной капитал которого Россия вложила 500 миллионов долларов. По линии фонда напрямую профинансировано 28 крупных проектов на территории Кыргизии. Ещё около 700 различных проектов прокредитованы через кыргизские коммерческие банки в рамках программы содействия малому и среднему бизнесу, всего на сумму более 230 миллионов долларов. Кроме того, на поддержку государственного бюджета Кыргизии российской стороной ежегодно предоставляется 30 миллионов долларов. Начиная с 2012 года общая сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов. Ещё 200 миллионов долларов было выделено России на цели адаптации экономики Кыргизии к условиям членства и требованиям Еврозес. Существенные инвестиции поступают в Кыргизию по линии российских коммерческих структур. Например, объём капиталовложения «Газпрома» в модернизацию кыргизской газораспределительной системы в ближайшие годы составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации страны должен возрасти с нынешних 22 до 60%. Значительный вклад в экономическое развитие Кыргизии вносят денежные переводы её граждан, работающих в России. В прошлом году объём таких трансфертов возрос почти на 20%, составил почти 2 миллиарда долларов или треть всего кыргизского ВВП. А в первом квартале текущего года ещё на 60% выросли эти переводы, на 67%. Кыргизским гражданам предоставлены льготные условия для устройства на работу, получения медицинской и социальной помощи. На переговорах уделили внимание и вопросам дальнейшего развития контактов между регионами наших стран. В настоящее время с Кыргизской республикой сотрудничает порядка 70 регионов Российской Федерации. Рассчитываем, что активизация двусторонних региональных обменов этой работе будет способствовать и посещению президентом Кыргызстана в рамках нынешнего визита Башкортостана и Татарстана. Уверен, вам там понравится, будет интересно. Это интенсивная, очень развивающаяся регионы России. Подробно говорили и о расширении интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также о нашем взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, ООН. В России высоко оценивают усилия Кыргизии в качестве председателя Евразийского союза на текущий период времени в этом году. Поддерживаем избранные кыргизским председателям приоритеты в совместной работе в рамках Евразес по углублению интеграционных процессов, дальнейшему снижению административных и технических барьеров во взаимной торговле между странами Союза. Важной составляющей стратегических отношений России и Кыргизии являются военно-техническое и военное сотрудничество. Уверен, что реализация подписанного сегодня межгосударственного договора о развитии ВТС внесёт существенный вклад в дальнейшее укрепление обороноспособности Кыргизии. Сегодня мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Кыргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ. Условились с кыргизскими партнёрами продолжить тесную координацию в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии. Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС. Обменялись мнениями о перспективах углубления гуманитарного сотрудничества. К визиту президента Кыргизской республики приурочено открытие Дней Кыргизии в России, а в прошлом году в Кыргизии с успехом прошли Дни России. Условились и далее стимулировать образовательные обмены, в ходе которых граждане Кыргизии получают качественное высшее образование, совершенствуют знания русского языка. В настоящее время в вузах России обучается порядка 17 тысяч студентов из Кыргизии, в том числе более 5 тысяч за счёт федерального российского бюджета. В заключение хотел бы искренне поблагодарить ОДКБ и всех наших кыргизских друзей за конструктивный и настройный переговор. Согласованы новые масштабные задачи по развитию двухсторонних связей, которые отражены в только что подписанной совместной декларации об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Кыргизской республикой. Я убеждён, что декларации, как и другие подписанные по итогам визита документы, будут работать в пользу углубления российско-киргизского сотрудничества в самых разных областях и по разным направлениям. И в завершение хотел бы добавить. Мы знаем, что президент республики заканчивает свою работу на этом высоком посту. Хотел бы поблагодарить Алмазьмедовича Шершеновича за то, что он сделал для развития российско-киргизских отношений, за то, что он делает для развития и поддержки русского языка в Кыргызстане. Мы это в состоянии оценить, мы это высоко ценим. Хотим вас поблагодарить за то, что заложили такой прочный фундамент для развития двухсторонних отношений на среднесрочную и, надеюсь, на длительную перспективу. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые коллеги. Спасибо, Владимир Владимирович, за высокую оценку моей работы. Я тоже думаю, что, как вы сказали, тот фундамент, который удалось заложить за эти последние пять-шесть лет, очень крепкий. Это, наверное, одно из тех моих достижений, о которых я всегда буду вспоминать с гордостью до конца своих лет, как говорится. И я хотел бы поблагодарить от своего имени, от имени члена всей делегации, российскую сторону, вас, Владимир Владимирович, за теплоту и радушие. Как вы сказали, наши отношения претерпели глубокую трансформацию. Нам удалось вывести эти отношения на уровень стратегического партнерства. И благодаря лично вашему участию, Владимир Владимирович, мы смогли реализовать очень крупные проекты. Очень крупные проекты и в области экономики, и торговли, и в укреплении обороноспособности Кыргызстана. И, кроме того, конечно же, хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансовым протоколом о списании всех долгов Кыргызстана, остатков всех долгов Кыргызстана перед Россией. И сегодня, когда мы обсуждали повестку дня, мы видим, что практически нет каких-либо разногласий. А есть только планы и перспективы на будущее. И благодаря вступлению в Евразийский экономический союз, очень мы видим риский рост товарооборота, как вы отметили, 23%. Рост переводов наших трудовых мигрантов. И главное, мы видим, как намного легче стала жизнь граждан Кыргызстана, которые работают здесь. И хорошо, что все-таки мы видим быстрые результаты, потому что мы помним, какая массированная атака была в нашей стране, в некоторых других странах, направленная на то, чтобы помешать Кыргызстану войти в Евразийский экономический союз. Мы видим, что это вступление оправдывает все наши надежды. Конечно, много работы предстоит, но и здесь мы ощущаем поддержку братской России. Я очень рад, что мы смогли сохранить тесные культурные связи. Но, конечно, надо их еще больше укреплять. И сегодня то, что открывается в Дни культуры Кыргызстана в России, открывается причем большим концертом в Кравлевском дворце съездов, это прекрасная возможность для активизации вот этой деятельности. Очень хорошо показывает себя побратимские связи, связи между регионами. И, конечно же, я действительно, Владимир Владимирович, рад, что сейчас мне удастся посетить Башкирию, Татарстан. Как вы знаете, моя супруга этническая россиянка, и она, наверное, еще больше рада. И вот в составе нашей делегации есть депутаты тоже этнические россияне. Нам удалось вот это сохранить. Нам удалось сохранить многоголосие, многоязычие в Кыргызстане. И я очень рад, что на самом деле для меня это высокая оценка, Владимир Владимирович, как вы сказали, то, что заложен такой крепчайший фундамент. И, как вы сказали, не только на среднесрочное сотрудничество. Я думаю, это навсегда. Потому что 20 июля мы будем проводить в Кыргызстане большой международный форум. Там представители уже нескольких десятков стран будут про алтайскую цивилизацию. Многие народы, может быть, некоторые даже забыли, но они являются выходцами с Алтая, представители алтайской цивилизации. В том числе и кыргызы. И, конечно же, для нас Россия – это прародин. И наш легендарный монаст, герой монаст наш, отец нашего народа, скажем так, монаст, он тоже родом из Алтая. Поэтому я глубоко убежден, что не только вот такая древняя история связывает нас. И, конечно же, нас обязательно будет связывать и общее будущее. Я не мыслю будущего Кыргызстана без России. И в этом ключе вы сегодня убедились мыслят и представители правительства. И сегодня на переговорах присутствовали представители всех фракций парламента Кыргызстана. А в парламенте шесть партий, шесть фракций. И все представители фракций тоже настроены только на дружбу и братство с нашей Великой Россией, с нашей братской Россией. В завершение я хочу еще раз поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина, поблагодарить членов правительства России, руководителей министерств, ведомств. Хотя их здесь нет, хочу поблагодарить также и депутатов Госдумы, Совета Федерации, которые тоже всегда поддерживают Кыргызстан. Я от имени народа Кыргызстана благодарю за поддержку, которую мы всегда ощущаем. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за внимание.